Всем привет! Сегодня снова будет влог. Девочки, любимые мои, дорогие, я так по вам скучаю, просто невероятно! Я очень рада, что наконец-то и у меня, и у вас нашлось время, чтобы зайти на мой канал, немножко пообщаться и побыть вместе. Мы с вами перезимовали, весна идет, весне дорогу, поэтому я надеюсь, что там, где вы живете, в любой стране, в любом городе, уже начинается весна, тает снег и, конечно же, светит солнышко. И тут я, как почетный бьюти-блогер, очень хочу напомнить вам о такой важной вещи, как SPF, защита от солнца. Не будьте такими глупыми, как я. Вот я ходила с прыщом по солнцу, вот пигментация, которую я теперь не могу вывести ничем. Поэтому с утра умылись и сверху нанесли какой-нибудь крем с SPF. Их есть огромное количество. Можете выбрать всякие пудры с SPF, косметику с SPF, например, минеральную. Еще меня летом очень выручают специальные спреи SPF. Они сделаны специально не блестящими. Сумочку положили на себя, на ребенка, на ручки набрызгали. И защищаете себя от солнца, от преждевременного старения. И про рак кожи я уж вообще молчу. Ну а пока что давайте с вами быстренько накрасимся. Все, уход я сегодня с вами пропущу, потому что его уже было много в прошлых выпусках. Давайте запомним вот это вот до. И я хочу показать вам свой набор минеральной косметики. Универсальный макияж, который подходит абсолютно всем. Бренд называется Ecomake. Пудра-тональная основа бронзер, румяна. Вот такая вот классная выдвижная кисть. Что интересно, одной этой кистью можно сделать весь макияж. И еще у меня вот такая тушь 100% натуральная. То есть эту тушь производители Ecomake, сам состав туши разрабатывали достаточно долго, чтобы сделать реально 100% натуральную тушь. Эта тушь стала финалистом премии Life Organic Awards. То есть состав, безопасность, а главное качество проверены на 100% и подтверждены достаточно весомые премии в мире бьюти. Ну что, давайте наносить. Это будет очень быстро, легко, красиво, просто поехали. Для того, чтобы наносить тональное покрытие минеральное на лицо, кисточка должна быть не вот такая супер пушистая, она должна быть поплотнее. Она должна быть как будто бы как кабуки. Открываем коробочку. У меня оттенок номер 2. Он такой, ну такой средний оттенок, натуральный, бежевый. Есть еще оттенок номер 1 для тех девочек, у кого кожа посветлее. Здесь стоит такой пластиковый ограничитель. То есть когда вам продукт не нужен, вы его закрываете. Насыпаете в баночку немножко продукта, опускаете кисточку, вот такими прихлопывающими движениями и переносите на лицо. Я сначала наношу тоже такими прихлопывающими движениями, а потом распределяю продукт уже втирающими, вот такими вот как бы заполировывающими кожу движениями. Из плюсов минеральной косметики, она абсолютно невесома на коже. У вас вообще на лице нет ощущений, вы в хорошем плане, как будто бы не накрашены. Данная минеральная косметика не забивает поры. Соответственно, если у вас кожа склонна к жирности, никаких дополнительных воспалений вы не получите. Более того, минералы обладают антибактериальным свойством, поэтому в целом эта пудра еще и как бы подлечивает какие-то ваши прыщички или легкие воспаления. Косметика на минералах очень хорошо подстраивается к тону кожи. И финальный плюс минеральной косметики состоит в том, что минералы обладают свойством SPF. То есть минеральную косметику можно считать косметикой, защищающей от солнца. Но давайте здесь будем реалистами, все-таки защищающий фактор в косметике, ну, где-то там около 15. Поэтому, если вы хотите получить хорошую защиту от солнца, одной пудры, нанесенной с утра на жаркий солнечный день, вам не хватит. Это просто дополнительный SPF. Следующий продукт от Эко Мейк, который мне очень понравился, это бронзер. Оттенок поцелуй солнца. Слушайте, ну он такой красивый, он и не рыжий, и не слишком такой скульптурирующий. Вот ровно то, что нужно. Просто шикарно. Я наношу продукт также вот сюда вот в баночку. И наношу туда, где у нас должен случиться поцелуй солнца. Если вы забыли, куда нас целует солнце после этой долгой зимы, то бронзер мы наносим вот такой, как будто бы большой цифрой 3 или буквой Z, как хотите. Вот таким образом. И финальным штрихом по коже лица будут румяный минеральный оттенок пыльная роза. Слушайте, ну вот прям мои самые любимые. У меня, мне кажется, все румяна, которые вообще существуют в моей коллекции, они так или иначе оттенка пыльной розы. У румян, опять-таки, оттенок очень полупрозрачный. Я когда их первый раз наносила, такая, думаю, а они вообще точно наносятся. Но это так красиво и деликатно на каждый день. И финальный продукт это тушь. Укрепление и объем. В ней очень много ухаживающих компонентов. Поэтому это тушь, которая и красит ресницы, и оздоравливает их. Слушайте, к этой туши я, честно, первые несколько раз привыкала. Мне казалось, что она дает не очень сильный объем. И эта тушь действительно не дает эффекта объема в стиле фолл слэш или такие паучьи лапки. Но она безумно стойкая. И меня это вдвойне удивляет. Ввиду того, что у туши полностью натуральный состав. Ресницы абсолютно не перегруженные. Никак они никаким образом не слипаются. Вот просто супер нежный, супер распахнутый взгляд. Обожаю. Я вставлю вам кадр того, как я выглядела до и как я выгляжу сейчас. И мне кажется, получилось именно то, о чем я говорила в начале. То есть нет эффекта макияжа. Нет эффекта накрашенности. Есть просто очень свежий, сияющий образ. Сейчас косметика держится очень долго. Она держится целый день. Еще огромный плюс в том, что минералы не отпечатываются на телефоне и нигде. Для моих подписчиков будет скидочный промокод. Вся информация находится в описании к видео. Посмотрите, перейдите по ссылкам. От всей души рекомендую. Действительно, очень-очень понравилось. Ну и чтобы было совсем справедливо, с этим макияжем я вышла на дневной свет. Смотрите, в хорошем плане, как будто бы не накрашенная. Вот невозможно подцепить никакой кусочек косметики. Просто свежевыглядящая женщина. Напоминаю моему ребенку, несколько месяцев у меня весонной ночи. Хочу еще вблизи вам показать эффект от туши. Абсолютно натуральный, абсолютно легкий, без эффекта перекрашенности, перетяжеленности ресницы. Восторг! Это одна из лучших тушей, которую я пробовала за последнее время. Покажу вам еще лицо поближе. Смотрите, это мое лицо с жирной кожей, расширенными порами. Все абсолютно скрыто, при этом нет эффекта перегруженности. Очень рекомендую вам Эко Мейк. Ну и чтобы уж совсем улучшить настроение, я еще нанесу несколько капелек духов. У меня появилась вот такая новинка. Это бренд Монсера. Аромат называется Of The Wild. Ох, девчонки. Я долгое время была поклонницей аромата Byredo Blanche. Это, знаете, такой аромат чистоты, свежевыглаженной рубашки, хлопка. Ну вот такая всеобъемлющая чистота тела. Но в какой-то момент я от этого аромата устала. В нем достаточно много какой-то такой отталкивающей холодности. Я не знаю, как по-другому объяснить. И я искала аромат, чтобы это был тоже вот как будто бы такой неуловимый аромат тела, пудры, чего-то такого неосезаемого. Вы знаете, как я это называю? Аромат ауры. И я была на презентации этих парфюмов, которые в Москве организовывал интернет-магазин и просто магазин косметики Молекула. И я просто пропала. На презентации было два аромата. У меня из этого дня остались съемки, поэтому предлагаю вам посмотреть, как это было. Но заранее говорю вам, что после презентации я выбрала себе именно этот аромат. Он потрясающий. Это тоже аромат ауры чистого тела, легкой-легкой, сладкой, нежной пудры, не бабкиной. Какая-то надежда бабкина вылезла, да? Потестируйте. Желательно тестировать его не на блоттере, а нанести на тело, потому что когда я нанесла его на блоттер, мне показалось, что он какой-то как будто бы никакой. Но как же это красиво пахнет от тела. В общем, давайте покажу вам презентацию и посмотрите, как это все было. Пьер, конечно, заразился вот этим восточным стремлением к глубине, к насыщенности и к стойкости. Если Монсеро писать одной фразой, то звучит она так. Аромат может быть любой, но главное, чтобы он был стойким и шлейфовым. Вот как автомобиль может быть любой, лишь бы он был черным. Этот шлейф все-таки создается спиртом. Вот этими спиртовыми молекулами, которые спаряются с кожи и создает вот такой вот шлейф. Несколько недель уходят на то, что наконец-то они приходят к какому-то результату. И благодаря этому рождаются, конечно, совершенно удивительные ароматные композиции. Продолжение следует... Какой же восторг от Москвы! Говорю это вам как типичный замкадыш. Ой, девочки, не знаю, пока что не буду загадывать, даже боюсь. Как говорит мой муж, загад не богат. Но может быть получится так, что в скором времени мы переедем в Москву. Но, повторюсь, пока что это все только такие планы. Надеюсь, что они осуществятся. А Москва просто прекрасна. Я, более того, сегодня безумно кайфовала от того, что ехала на метро. Это так быстро, это не нужно никуда ставить машину. И я обожаю машину. Да, я без нее никак. Но если мы говорим о центре Москвы, то, конечно, метро это самое удобное, что только может быть. Не самая красивая погода для Москвы. Знаете, все-таки вот Питер в такую погоду особенно прекрасен. А вот Москва кажется серой и грустной. Но все равно прекрасной. Девчонки, у меня тут был очередной забег в Альберис. Давайте быстренько покажу, что взяла. Первая покупка будет для меня. Это ежедневник. Дело в том, что вот в середине февраля я поняла, что мне не хватает какой-то части моей жизни. И я вспомнила, что я реально перестала вести ежедневник. И производительность сразу же упала. Кстати, хочу отметить, что сейчас на них такие смешные цены. Вот этот вот качественный, красивый. Я купила буквально за 250, что ли, рублей. А в конце года и в начале года они стоили там по 500, по 600. Это у нас что за бренд? Бренд Брауберг какой-то. Мне понравился цвет. Знаете, такой не розовый, а больше такой как насыщенный персиковый. С этой стороны у него такая окрашенная кромка. А внутри у него странички такие с эффектом состаренности. То есть такая вот желтая красивая бумага. Не знаю, захотелось именно такой. С отсутствием H&M в детской одежде приходится экспериментировать. И Вайлдберрис теперь мой большой друг, потому что в типичных магазинах а-ля Маза Кеа, который сейчас у нас работает под брендом No Name в детском мире, мне ничего не нравится. Какие-то очень мимими коллекции. И главное, что вещи как-то не сочетаются друг с другом. Поэтому повторюсь, Вайлдберрис наш друг. Сегодня купила Милушечке вот такие вот лосины. Лосины – это самая удобная форма одежды, потому что в садик либо легкое платье, либо колготки, либо футболка с лосинками. Я взяла немножко на вырост. Мы в пункт выдачи с Милушей зашли вместе. Вот 116 ей чуть-чуть велики. Но так как Милушечка очень быстро растет, а самое главное, так как я стираю и сушу все вещи, в специальных гаджетах сушилка все-таки имеет свойство немножечко усаживать вещи. Поэтому взяла вот такие. Но они тут так слеплены, не могу красиво вам показать, но идею вы поняли. Есть разные цвета. Я выбрала вот такие. Розовый насыщенный фуксия, нежно-розовый и сиреневый. В основном вот Милушечки самые любимые цвета такие. Не знаю, как будет в носке, но трикотаж плотный, и вот с закрытыми глазами и без бирки, я бы сказала, что это сшито из ткани H&M. Вот даже оттенки очень похожи. Но я не умею останавливаться на достигнутом, поэтому я взяла еще одни лосины. И так как времени у нас было очень мало, я решила, что нет смысла пытаться сейчас там на чем-то экономить. Лучше сразу закупиться по полной. Это уже другой бренд. Мини Моц называется. Здесь лосины классические черные. Ну вот такие серые. Меланж. И тоже сиреневые. И вот что интересно, сиреневые плотные и похожи на предыдущие. А черные по плотности помягче. А вот эти серые самые-самые-самые мягенькие. В них ткань немножечко другая. Но опять-таки вот по цветам это самое то, что носит дочка. Да, может быть они сейчас в моменте ей будут в длину вот здесь чуть-чуть длинноватые, но их можно подвернуть. И повторюсь, сушильная машина очень сильно, ну не очень сильно, но некоторые трикотажные вещи все-таки подсушивает. А здесь пояс на талии был лучше по размеру дочки. Так что взяли такие. Отпусти. И забудь. Все мамы, наверное, четырех-пятилеток, маленьких девочек, знают эту песню наизусть. Это, конечно же, у нас холодное сердце. Ну такая девчачья маечка. Конечно же, дочка ее схватила первой. По размеру она ей чуть-чуть великовата. Размер это, если я правильно помню, по-моему, это был 116. Сейчас, если я найду бирку, чтобы... О, нет, это 122. И, кстати, здесь очень хорошо подсказали отзывы на Вайлдберрис. Почти все мамы писали, что кофточка как будто бы маломерит. И лучше брать на размер, а то и на два больше. Поэтому вот я вместо 116 взяла 122. Может быть, она первое время будет для нее как такое небольшое платьице. Ну и что, так даже лучше. И последняя кофточка для Милушки это вот такой вот лонгслив или футболка с длинным рукавом. Что за бренд? Вот как он называется. 116. Хороший, плотненький, качественный. С такой вот интересной деталькой. И, собственно, там тоже очень много цветов. Я взяла чисто белую. Не знаю, зачем я это сделала. Искренне говорю, но мне показалось, что это будет красиво. Потому что, знаете, когда вот эта вот пестрость слишком сильная добавляется в детских вещах, мне это тоже не совсем нравится. Дочка заценила, говорит, да, окей, я буду такое носить. Но если любите цвета поярче, там тоже они есть. Так что обратите внимание. Здесь во время съемки я задаюсь вопросом, стоит ли это показывать. Но с другой стороны, почему нет? Я что-то после родов Лёвы, знаете, как-то озаботилась покупкой белья. Причем, знаете, если одно время я прям плотно сидела на брендах по стилистике, похожих на бренд белью, да, то есть вот такой плотный трикотаж, такое все бежевое, все такое вот как бы... Ну, я не скажу, конечно, унисекс, но вы поняли, о чем я говорю, да? То есть вот такое белье а-ля бесшовное, простое. Знаете, а тут что-то мне вдруг захотелось цвета, мне захотелось чего-то такого полупрозрачного. В общем, я догоняюсь всякими наборами белья с Wildberries. Ко мне пришло еще несколько комплектов, но я их уже разложила в шкаф. Показать, ну, наверное, не смогу, хотя я их еще не носила. Нашла вот такой вот бренд. Называется он Amazonka Andoe. У них достаточно бюджетные комплекты. Мне кажется, что это такой, знаете, Алиэкспресс. Но, с другой стороны, в отличие от Алиэкспресса, тут хотя бы таблицы размеров они указывают более-менее прилично. И я взяла себе пять разных комплектов, ну, включая этот бренд. И, знаете, буквально только один вернула. Там бюстгальтер не подошел по объему. А все остальные, в принципе, вот если читать отзывы, если читать таблицу на сайте, подходит. Ну, как вы поняли, это у нас Electric Blue. Ну, собственно, сам комплект выглядит вот таким образом. Это тончайшая сеточка, косточки, трусы здесь такие классические. Ну, это не бразильяны, это скорее слипы. И, ну, такой достаточно тоже самой простой формы бюстгальтер без каких-то замысловатостей. Вы знаете, первый комплект похожий я взяла в другом оттенке. И мне показалось, что такие тоненькие лямочки, наверное, все порвется сразу при первой примерке. Но нет, знаете, держится крепко. И, собственно, со скидками вот такие комплекты можно купить там чуть ли не за тысячу рублей. Очень здорово. Вот, так что белье женское на Валберис купить тоже можно. Вот такой вот яркий комплектик я купила себе. Девчонки, такой небольшой забавный факт. Сейчас вот немножко посмеялась. Я уже, не знаю, огромное количество лет пользуюсь вот этими вот станками от Gillette, Venus. Ну, они такие, да, самые типичные женские, да, станки для бритья. Понятно, что можно бриться любой бритвой. Но, тем не менее, все-таки как-то вот, да, у них там и цвета, и все. Ну, вы поняли. И, знаете, примерно раз в полгода я начинаю думать о том, что, да зачем покупать такую дорогую бритву? Да станки стоят тысячу рублей за две штуки. Да кому это надо вообще? Что это такое? И как только меня начинают удаливать эти мысли, я понимаю, что я кассету, кассету вот эту, станок, не меняла как раз-таки уже где-то полгода, и она просто тупо затупилась. Да, простите за тавтологию. Вот. И каждый раз, когда я пересиливаю свою внутреннюю жабу, покупаю новую коробочку и надеваю новый станок на бритвы, начинаю пользоваться, и каждый раз в ванне разносится такой возглас, о, да, я снова понимаю, за что я плачу свои деньги. В общем, на мой взгляд, это самые лучшие бритвы, вот какими разными я пользовалась. Другие либо царапают, либо какие-то полоски оставляют такие неприятные, либо бывают, знаете, какими-то уж излишне острыми, такие, что просто там кожу срезают. Вот. Но я так понимаю, что джилет винус сейчас будет достаточно тяжело доставать в России. Может быть, я ошибаюсь, но на том же вайлдберсе прям очень мало образцов. Ну, вот какой-то такой я нашла. И, кстати, произвела такой небольшой ресерч по поводу всяких вот станков, какими можно заменить. Знаете, практически ничего не нашла. Вот как-то ничего интересного на рынке не появилось. И винус все-таки остается одними из самых лучших станков. Ну, и раз уж мы с вами заговорили про бьюти, покажу вам еще один продукт, который, во-первых, логично показать после бритвы, но я его буду использовать не для того, чтобы бриться. В общем, кто давно меня знает, в курсе, что я всю жизнь борюсь с гиперкератозом на пледплечьях, на бедрах. По-правильному это называется фолликулярный кератоз. Это не какое-то заразное заболевание, это даже не совсем дерматит. Это вот такая некая особенность кожи. Очень сильно забиваются волосяные вот эти вот канальцы, и это превращается в такие прыщики-пупырки. Иногда это превращается в красные точки. У меня это с самого детства, у меня и на ногах эти красные точки. И что интересно, до конца лечения не придумано. То есть даже дерматологи, даже профильные какие-то врачи говорят о том, что это вот такая просто генетическая особенность кожи. Вы можете пытаться как-то там поддерживать свое состояние. Дальше в ход уже идет наука-лж-наука. Пытаются пить витамин D, витамин А, витамин Е, связывают это с болезнями этого желчного пузыря. Ну, короче, вот куча-куча-куча всего, но по факту это просто состояние кожи. Я пробовала в своей жизни разное, и практически ничего не работает, но я продолжаю бороться. И я тут писала какие-то разгромные посты на тему бренда Аравия. Я, кстати, не сотрудничаю с Аравией, я покупаю все за свои деньги. И одна из подписчиков мне написала, что вот у нее проблема гиперкератоза, и она пользуется вот этим вот кремом против вросших волос на зоны, где у нее вот эти прыщички и очень круто помогает. Вы знаете, я очень люблю ваши советы, люблю ими пользоваться, потому что зачастую вы мне советуете очень классные штуки, поэтому попробую. Вообще, почитав состав и предположив как бы вот некую логику работы средства, это действительно то, что нужно. Вот смотрите, здесь написано снимает гиперкератоз. Так что это как раз-таки должно убирать вросшие волосы и очищать мои проблемные, так сказать, зоны. Так что попробую, как будут или не будут результаты, обязательно вам сообщу. А если у кого-то из моих зрительниц тоже гиперкератоз, то я вас просто обнимаю, потому что я понимаю, как это сложно. С одной стороны, вроде как это и не болезнь, но носить вещи с открытыми рукавами, какие-то вот, да, то есть, ну, это жизнь какая-то вот с такими дополнительными ограничениями. Они, конечно, глупые, да, но все равно тебя обязательно спросят, а что у тебя с руками, а что у тебя с ногами. И, ну, я понимаю людей, потому что они переживают, что вы там рядом с ними постоите, да, и к ним перепрыгнут эти прыщики, но не переживайте, если вот у человека такие красные пупырки или такая гусиная кожа на руках, это не заразно, это называется фолликулярный кератоз, это никак не передастся вам, ни полотенцем, ничем, но вот мы такие гусята, конечно, от этого страдаем. Ну, что делать, это, в принципе, мелочь, и жить с этим можно. Собственно, вот так проходят наши вечера. Левчику я сейчас разбираю вот такой вот большой коврик. Честно говоря, когда я его покупала, мне казалось, что он будет несколько меньше, посмотрите, как бы на эти габариты, но здесь такой классный город с машинками, этот коврик очень нравится мелушке, она сама часто на нем играет, вот, и плюс все-таки для развития малыша желательно, чтобы он лежал на твердой поверхности, потому что они так гораздо лучше учатся контролировать свое тело, ну, и даже вот всякие перевороты, которыми малыши должны научиться управлять, тоже лучше делаются на такой поверхности, вот, поэтому я сижу с Левчиком тут, бегаю то к дочке, то по своим делам пытаюсь что-то разбирать, разгребать, а он следит за нами двумя, чтобы мы ни на секундочку его не оставили, да, вот этого мальчика, потому что он крайне общительный. А это наш ужин. Милушка, что у тебя на ужин? Покажи. А буты и вестерые сосиски. Класс! Мне бы очень понравился в твоем возрасте такой ужин. Что скрывать, мне и сейчас такой ужин понравится. Милушечка с букетом цветов, с мультиками сидит, извиняюсь, на заднем плане у меня там не совсем красиво, но тем не менее, знаете, когда ты только становишься родителем, ты такой думаешь, я не буду давать ребенку планшет, никаких мультиков за столом. Ха-ха-ха-ха-ха. Потом ты сталкиваешься с действительностью и понимаешь, что в некоторых случаях лучше разгрузить себе мозг, перестать быть мегерой, которая на всех бросается, но зато ребенок посмотрит мультики и поужинает. Почему нет? Супер! Левушка первый раз плавает с кругом. Вроде не забоялся, я помню, что Милане очень нравилось, она прям почти каждую ванночку любила с таким кругом плавать. Да, Лева? Пока сам не понял, да, какие у тебя впечатления от этого? Круг-то какой у тебя красивый, с молочком. Ой, ты даже переворачиваешься. Какой ты плавец, вот это да! Маленькая рыбка! Девчонки, большое спасибо, что были со мной в этом влоге, я надеюсь, что мы с вами будем видеться чаще по возможности. До самых скорых встреч! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok